Друзья, а если вы хотите получать только хорошие отметки, тогда обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. А то был один человек, который этого не сделал, и теперь у него целый дневник двойок. Да-да-да. Короче говоря, получил двойку. Это была пятница. Кто-то играл в футбол, кто-то лепил куличики, а я шёл домой грустный. Потому что в дневнике у меня красовалась двойка. Не сказать, что до этого я был отличником, но вчера у меня с мамой был вот такой разговор. Ты что делаешь? Уроки учу. Ты что, издеваешься надо мной? Смотри мне, если получишь двойку, останешься без компьютера. Не, вы не думайте. После этого я начал стараться. Покушал, поиграл в Майнкрафт, постирал карточки, но потом уже взялся за ум. Вернее, взялся за одеялко и уснул, но на утро уже точно взялся за ум. Всё начиналось хорошо. Я пришёл в школу, сдал подтягивания на отлично, ведь тут нет ничего сложного. Решил огромный пример и даже немного похимичил. Но вот на литературе что-то пошло не так. Да, Ник, быстро к доске рассказывать стих. Я не знал, что делать, потому что вчера я настолько забегался, что совсем забыл про стих. Но двойку получать мне точно нельзя. Я вскочил, подбежал к доске и начал импровизировать. Еду в магазин Гучи в Санкт-Петербурге, она жрёт мой... В общем, всё бы ничего, но учитель узнал песню и поставил мне двойку. Блин, нужно с этим что-то делать, потому что если мама увидит двойку, не видать мне компьютера. Алло, Настя, ты не знаешь, что можно сделать с двойкой? Я? Нет. Ну, вот моя подруга знает. Ой, ну нет дневника и нет проблем, так что просто выкинь его. Так, выкинуть дневник? Ну давайте попробуем. Я разбежался, размахнулся, швырнулся все силы дневник, но через секунду он прилетел опять ко мне в руки. Так, Настя, может ещё советы будут? Ну, попробуй её стереть, правда, у меня это не очень получилось. Но другого варианта у меня не было. Я пришёл домой, разделся, сел за стол и начал тереть эту несчастную двойку. И, видимо, слишком перестарался. Блин, теперь мне точно капец. Слушай, братан, выручай, что нужно сделать, чтобы меня не наругали за двойку? Можешь купить маме подарок, и тогда она не будет злиться и забудет про двойку. О, а это идея. Я довольный пришёл домой, поставил подарок на стол и начал ждать маму с работы. Но тут она мне позвонила и сказала... Слушай, сынок, я на пару дней уехала к тёте, так что покажь дневник папе. Я не знал, что делать, но тут дверь открылась и на пороге снял папа. Ну что, сына, показывай дневник, будем твою успеваемость проверять. Я дрожащими руками протянул папе дневник и промямлил. Ну, понимаешь? О, двойка, помню, у меня таких столько было. Я уже начал улыбаться, но тут папа сказал... Правда, они все по музыке были. Да и учился я по пятибалльной системе, так что придётся мне тебя наказать. Короче говоря, получил двойку. Короче говоря, как стереть двойку? Это был четверг. Я сидел на уроке, представлял, как быстро пролетит сегодняшний и завтрашний день, а потом, наконец-то, настанут выходные. Нет, не то чтобы у меня были планы на эти замечательные дни, просто есть одно но. Неделю назад... Мам, пап, представляете, вышел такой крутой электросамокат. Ох, вот помню, мы с пацанами к моему велику приделали бензопилу. Вот там такой электровелик был, не то что сейчас. Раньше вообще всё было лучше. Пап, да какой велик? Ты понимаешь, что он пять часов на одной зарядке может ездить? И вообще, он такой крутой. Сынок, это что за намёки? Мам, ну какие намёки? Просто он уже вообще у всех есть. А вообще, как говорит мой друг, если у тебя его ещё нет, значит твои родители тебя просто не любят. Ой, да что ты гонишь? У тебя нет друзей. Ой, то есть ты врёшь, ты это сам придумал. Пап, я что буду вам врать, чтобы получить этот шикарный, самый лучший в мире? Ну да. И то верно. Так, если закончишь эту неделю без плохих отметок, то я так и быть тебе его куплю. Спасибо, мамуль, ты самая-самая лучшая. Э, а я... В общем, оставался всего денёк, и самокат будет у меня в кармане. Ну, хотя в карман он не сильно-то и влезет, но вот кататься на нём будет точно круто. Я очень хотел самокат, прям очень-очень хотел. И даже когда закрывал глаза, вместо чёрного фона там было... Это я с ним дома. Это мы с друзьями. Это мы на море. А это... Ой, как вы поняли, я его очень-очень хотел. И уже целых 4 дня я смог не получать плохие отметки. Я готовил все задания, не опаздывал в школу. Как вдруг? Дети, сегодня мы пишем тест на тему, из чего состоит воздух. Я надеюсь, все подготовились. О, так это проще простого. Мозг, думай, думай. Месяц назад. Так, сегодня мы будем проходить тему, воздух, и что в нём содержится. Записывайте. Ой, скукота, лучше посплю. Да, кстати, по этой теме мы будем писать тест, так что слушайте внимательно. Ага. Фак. Ладно, Даник, не паникуй. У тебя же много хороших одноклассников, которые с радостью тебе помогут. Маш, дай списать. Отвали, ты мои фотки в инстине лайкаешь. Да я туда просто не захожу. Так бы я всё-всё-всё пролайкал. Ага, ну тогда сам напиши. Вот, с***. То есть, скука, я хотел сказать. Саш, Саш, дай списать. Да у меня стопроц неправильно, пиши сам. Ничего, давай. Да я ещё не всё написал, подожди. Одноклассники называются. Ладно, буду сам писать. Так, тут А, тут Б. Спустя час. Дети, я проверила ваши работы в семь пятёрки. Ес, самокат будет моим. Кроме Даника, тебе два. Стоп, 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 серьёзно? Светлана Ивановна, а может можно как-то переписать? Нет, Даник, нужно было слушать, когда я объясняла эту тему. Я вышел из школы и грустный пошёл домой. В руках у меня был дневник с двойкой, которая до вечера должна как-то оттуда испариться. А то самокат я не увижу. О, а можешь попросить сестру её исправить? Помню, как она исправляла себе единицу на семёрку, и мама ничего не заметила. Я достал телефон и быстро набрал номер. Алло, это моя любимая сестричка. Слушай, во-первых, я у тебя единственная. А во-вторых, что тебе нужно? Да ничего, просто решил узнать, как у тебя дела. У меня всё хорошо, пока. Стой, стой, можешь помочь двойку исправить? Вот с этого нужно было и начинать. Я пришёл домой, дал сестре дневник, сел рядом и начал наблюдать, как она начала что-то исправлять. Она исправляла пять минут, десять минут, а потом отдала мне дневник и сказала... Готово. Супер. Я посмотрел в дневник и увидел там... Чё? Единица? Серьёзно? Ну а что, ноль дорисуешь и будет тебе десятка. Ну, идея-то, конечно, классная, но у нас вообще-то пятибальная система. Упс. Ну ладно, деньги за исправление можешь мне не отдавать. Чё? Ты у меня за это ещё и деньги собиралась взять? Ну, нет, конечно, ты же мой любимый братик. Ну, может только немного. Супер, до того, как придёт мама с работы. Всего два часа, а у меня в дневнике единица. Блин, это ещё хуже двойки. Чё? Вы получили плохую отметку? Не беда, наша супер стирка 3000 поможет стереть любую отметку. Стирка 3000, стери плохую отметку и не получи *** от мамки. Я быстро схватил телефон и начал заказывать эту замечательную стирку. Алло, у вас ещё стирки остались? Извините, на сегодня уже всё раскупили, но вы можете оставить предзаказ, и мы привезём вам её завтра. Нет, завтра будет поздно. Чёрт, что же делать? Я начал бегать с дневником по комнате и думать, где же можно его спрятать. Точно, я же могу отнести его в гараж. Машины у мамы с папой нет, так что они туда никогда не ходят и точно его не найдут. Я зашёл в лифт, спустился в гараж, нашёл укромное местечко и спрятал дневник. Потом, довольный, вернулся домой и начал сдать маму с работы. Доночек, привет! Как у тебя день прошёл? Как в школе? Мам, всё хорошо, а ты не забыла, о чём мы договаривались? Конечно нет! Показывай дневник и пойдём за твоим классным самокатом. Мама, а я дневник это... в школе забыл, но двойку я точно не получил. Правда? Ну конечно, я что, буду тебе врать? Ладно, верю. Одевайся и пойдём в гараж за твоим самокатом. А это, может лучше бы во двор? Неа, там папа в гараже уже его тестирует. Упс. Ну, может пронесёт, я же его хорошо спрятал. Я медленно оделся, вышел из дома и с мамой зашёл в лифт. Мы спустились в гараж и увидели там папу. Он стоял с каким-то странным выражением лица и держал в руках мой дневник. Ой, сынок, а ты говорил, что в школе его забыл. А как это он у папы оказался? Мама подошла к папе и взяла дневник. А ну, гадёна, иди сюда, я тебе покажу как... Короче говоря, как стереть двойку. А если ты прямо сейчас подпишешься на канал, поставишь лайк и напишешь комментарии, то попадёшь в следующий ролик. А вот эти люди написали больше всех комментариев под прошлым видео. И если ты тоже хочешь попасть в ролик, тогда быстрее подписывайся. Каждый школьник такой. Дети, вам всё понятно? Да. А можете ещё раз рассказать, почему получалось 6 в последнем примере? Я чё-то немного не понял. Да, Ник, ты что, совсем тупой? Я не собираюсь тебе по 10 раз объяснять. Ой, а можете ещё и мне повторить? Да, Светочка, конечно, давай повторю. 6 получается, потому что... Серьёзно? Каждый школьник такой. Дань, уберись дома. Мам, давай потом. Хорошо, я бы сама убралась, просто сегодня родительское собрание... Собрание? Да. Мам, а где ещё убрать? Каждый школьник такой. Дети, я на 5 минут отойду, ведите себя тихо. Хорошо. Каждый школьник такой. После уроков. Блин, пацаны, прикиньте, нам домашку забыли задать. Круто. Может, всё-таки вернёмся и напомним? Да нет, нафиг надо. Да, пошлите лучше поиграем. На следующий день. Достаем тетрадки, буду проверять домашнее задание. Светлана Ивановна, а вы вчера забыли задать? Ага, знаю я твои уловки. Ты мне так в прошлый раз уже ободурил. Так что в этот раз я записала упражнение 21. Так что всем, кто не сделал, 2 балла. Светлана Ивановна, так вы серьёзно забыли задать? Ага, будете мне тут врать. Всем, кто не сделал, по двойке. Каждый школьник такой. Мам, а давай ты мне будешь давать за каждую пятёрку 500 рублей, за каждую четвёрку 400 и так далее. О, классная идея. На следующий день. Мам, с тебя тысяча. Каждый школьник такой, контрольная. Блин, чтобы получить четвёрку, нужно написать хотя бы 3 задания. Но сам я этого точно не сделаю. Может попросить у Саши? Неделю назад. Саш, Саша. Саш, дай списать. Да, Ник, я не буду давать тебе списывать. Думай своей головой. Да, Ник, ты что, хотел списать у Саши? Я, что я? Нет, я сам пишу. Светлана Ивановна? Да, он просил, чтобы я дал ему списать. Ну всё, за списывание и враньё ставлю тебе двойку. Нет, в этот раз я точно не получу двойку. Но вот как списать, чтобы меня не спалили? Хм, они списывают с телефонов. Значит, я точно могу достать свою маленькую шпаргалку. И меня никто не спалит. Да, Ник, ты что, списываешь? Два балла тебе. Да что я? Светлана Ивановна, все списывают. Так, ты отвечай за себя, а не за других. Каждый школьник такой. Пацаны, прикиньте, я на коридоре тысячу нашёл. Ого, нужно поскорее найти её владельца и отдать её ему. Серьёзно? Да конечно нет, быстрее побежали её тратить. Каждый школьник такой. Даня, а почему ты домашку не делаешь? Мам, я чё лень? Чё? Мне всё лень. Дань, ты дурак и у тебя рак... Эээ, упс. Что? Не-не-не, ничего, сыночек, отдыхай. Каждый школьник такой. Так, сегодня будет писать диктант. О, отлично, хоть поспать можно. Чё, спать в школе? Да как так можно? Пол диктанта спустя. Ну, как-то так. Каждый школьник такой. Так, какие у нас там уроки завтра? Чё, первым физкультура? Ну, значит, на это точно не идём. Вторым ОБЖ? И на это не идём. Третьим труды, четвёртым классный час? Хоп, у кого-то завтра выходной. Каждый школьник такой. Так, это контрольное сочинение. Мне нужно написать его на пятёрку, чтобы не сдавать экзамен. Так что буду выводить каждую буковку. Каждый школьник такой. Сколько будет в этом примере? Можно я? Шесть. Правильно, ставлю тебе плюсик. Ес. Так, а в этом? Сто тридцать. Правильно, тебе ещё один плюсик. Блин, если я продолжу так отвечать, заработанные уроки мне поставят хорошую отметку. Даник, а ты лайкнул мою новую фотку в инсте? Нет, после урока лайкнул. Даник, хватит разговаривать на уроке и отвлекать свету. Но я... И да, все твои плюсы превращаются в минусы. Да блин. Каждый школьник такой. Даник, ты чего написал и шли? Ты что, с деревни? Ооо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, б***ь, кто не будет смеяться, поставлю два балла. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, как смешно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Каждый школьник такой. Даник, пойдёшь со мной в столовку? О, погнали. Я как раз проголодался. Дети, прозвенел звонок. Все на урок. Ну, серьёзно? Каждый школьник такой. Блин, сестра купили новый телефон. Серьёзно? Я с таким старьём хожу, а ей новый покупают. Не-е-е, я это так просто не оставлю. Музыка Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, теперь посмотрим, как она обрадуется подарочку. О, сынок, ты что, свой подарок на день рождения нашёл? В смысле свой? Ну, мы с папой долго думали и решили сделать тебе сюрприз и подарить на день рождения этот новенький телефон. Каждый школьник такой. Дети, пишите упражнение 165, а я пока попью часть печеньем. А то что ты на обед не успела. Окей. Хорошо. Блин, я тоже проголодался. Скушаю-ка конфету. Даник, у тебя что, перемены не было? Или времени слишком много? А ну быстро тетрадку на стол, буду проверять упражнение. Серьёзно? Каждый школьник такой. Вау, такую крутую заставку на телефон поставил. Теперь мне все будут завидовать. Спустя день. Даник, а можно телефон в игры поиграть? Да, конечно, держи. О, а эту поставим на заставку. Всё, держи, спасибо. Ого, так быстро наигрался. Чё, иди сюда. Каждый школьник такой. Так, до конца четверти остался всего месяц, а оценок по литературе у меня почти нету. Нет, ну вот стих на завтрак я точно выучу. На следующий день. Так, кто пойдёт первым рассказывать стих? О, давайте я. Да, Ник, ты серьёзно? Ну да. Хм, ну давай. Не забудь-ка, твой любимый цветок воздушный, воздушный, воздушный поцелуй станет. Станет самым... Да, Ник, ты вообще учил? Ну, конечно. Просто забыл немного. Можно ещё раз повторю? Да что ты нам врёшь? Думаешь, перед уроком два раза прочитал и всё? Садись, два балла тебе. Каждый школьник такой, два. Короче говоря, каникулы. Была пятница. Брат собирался в колледж, а я лежал в кроватке и с ухмылкой смотрел на него. Ведь у меня начались каникулы. Да, те самые, которые я очень долго ждал. В голове уже были мысли, как я проведу эти замечательные дни. Но тут в комнату зашла мама. Она посмотрела на брата и сказала... Я, конечно, всё понимаю, но ещё пять минут, ты опоздаешь. Он жалобными глазами посмотрел на меня, а я попытался сделать вид, что этого не вижу. Но актёр из меня фиговый. Мне стало жалко брата. Я подбежал к нему, обнял его. Встал на колени перед мамой и сказал... Нет, лучше я пойду в школу на каникулах, но не отпущу его на пары. Брат начал улыбаться. Но тут я вспомнил, что вчера он не поделился со мной чипсами. Позавчера забрал мой компьютер. А во вторник я вообще мыл за него посуду. Я встал, засмеялся, пожелал ему удачи на парах и лёг в кроватку. Так, чего-то мне не хватало, когда я ходил в школу. Хороших оценок, желание учиться, перемен по часу, ну и здорового сна. Я посидел на кроватке, оценил свои способности и решил сразу начать со здорового сна. Я лежал полчаса, час, два, три. Блин, а уснуть не так уже легко. Я начал считать овечек, жмуриться и чучухать, как будто я в поезде. Но уснуть по-прежнему не смог. Так, прошло уже целых пять часов каникул, а всё, что я успел сделать, это немного поваляться в кроватке. Нет, так я уж точно ничего не успею. Вспомнил слова друга. Чтобы всё успевать, сделай список важных дел и повес на видное место. Сел за компьютер, открыл ворд и начал писать список. Через пять минут понял, что печатаю на каком-то странном языке. Взял ручку, листик и начал писать. Ох, это было чертовски сложно. Но через пять минут усердной работы у меня в руках был список. Хм, что там у нас? Заняться спортом, найти девушку, выучить огромный стих, решить кучу примеров по математике, написать сочинение, ну и вымыть ступеньки в подъезде. Ой, каникулы такие большие, так что времени хватит на всё и можно немного поиграть. Я сел за стол, включил комп и начал выбирать игру. Хм, дота, фифа или майнкрафт. Пока считал считалочку, запустился майнкрафт. Я удивился, но видимо это судьба и придётся играть в него. Только я начал входить в азарт и убивать мобов, как вдруг мне позвонил маг и сказал. Чё, привет, может в бассейн сходим или ролик запишем? Я уже хотел согласиться, но тут меня убили. Я крикнул, нету времени и бросил трубку. Не, вот кто-кто, какой-то зомби меня уж точно убить не мог. Это будет сладкая месть. Я начал добывать алмазы, строить дом и делать броню. В общем, всё, лишь бы победить этого зомби. Шли часы, и я сам того не заметил, как меня затянуло. Я играл утром и вечером, днями напролёт. И настолько заигрался, что каникулы подошли к концу. Но моя цель почти была достигнута, и я этому очень радовался. Тут кто-то постучался в дверь. Я подошёл к ней, чтобы её открыть и увидел на пороге друга. Но что-то в отличие от меня он был какой-то грустный. Что, тоже зомби убили? Не, ты чё, какие зомби? Там столько заданий задали, столько доделал. Тут я вспомнил про список, ту кучу примеров, сочинения и стих. Я грустный сидел на кровати, смотрел на эту гору книг и не понимал, как мне всё это сделать до завтра. Но тут меня позвал друг и сказал... Эй, чё, ты какой-то зомби убил? Короче говоря, каникулы. Короче говоря, ночь в школе. Это была среда, я сидел за столом, разговаривал с другом по скайпу и кушал мандаринки. Как вдруг друг сказал... Да ты не проведёшь ночь на улице, спорим? Чё, всего ночь? Это же вообще изи. Ну да, ну да. Я закрыл ноутбук и начал думать... Блин, а может действительно провести ночь на улице? Я же смогу делать всё, что хочу. Бегать по пустым улицам, петь свои любимые песни, ну или просто заболею. Потому что на улице как бы ночь, как бы холодно, а сейчас как бы зима. Я начал собираться. Взял чемодан, сумку и огромный рюкзак. Потом вспомнил, что ухожу всего на одну ночь и мне хватит портфеля. Собрал всё самое необходимое, дождался 12 часов и вышел из дома. Начал ходить по городу и думать, чем же таким можно заняться. Повалялся в снегу, полежал на лавочке и покатался на качелях. Потом достал ноутбук и начал играть в Майнкрафт. Ну да, почему бы не поиграть в Майнкрафт? Ночью, на улице, зимой. Я убил парочку мобов, нашёл парочку алмазов, но потом замёрз и решил заняться чем-нибудь повеселее. Но был уже второй час ночи и улицы были абсолютно пустые. Блин, а одному ночью не так уж и весело. Я достал телефон, набрал номер друга и сказал... Привет, может погулять сходим? Ты серьёзно? 2 часа ночи? Ну да, а почему бы и нет? Не, я лучше в доту поиграю. Я начал рассказывать другу, как тут весело, как мы будем одни в целом городе и как сможем делать всё, что захотим. Но его это не убедило. Но стоило мне сказать, что у меня есть мандаринки, друг тут же выбежал из дома. Мы встретились, я спросил у него, почему он так поздно не спит, а он ответил, что поспорил с другом. Я засмеялся. Мы начали думать, чем же можно заняться. Но тут увидел вдалеке школу и мы быстро подбежали к ней. Перелезли через забор и начали подтягиваться на турниках. Потом Женя нашёл мяч и предложил сыграть в футбол. Я согласился. Мы начали бегать по полю, но тут я ударил мяч со всей силы. Он пролетел возле ворот и куда-то укатился. Я побежал его искать, но его нигде не было. Но тут я увидел, что в школе горит свет. Подошёл поближе и дёрнул за ручку. Дверь открылась и я оказался в школе. Начал радоваться, бегать по коридору. Зашёл в один из кабинетов и включил свет. Подошёл к доске и начал играть в крестики-нолики. Потом делал вид, что я учитель и ставил невидимым ученикам двойки. Так прошёл час, два, три и я настолько устал, что улёгся на парту и уснул. Но тут дверь в кабинет открылась и в класс зашёл охранник. Я испугался. Начал думать, что мне капец и сейчас я получу. Но охранник подошёл ко мне, улыбнулся и сказал. Тебе не холодно? Может одеялко с чаем принести? Короче говоря, ночь в школе. Короче говоря, я получил двойку. Это были выходные. Я лежал в ванне и делал оригами. Как вдруг вспомнил, что завтра в школу, а уроки я даже не начинал делать. Открыл дневники и начал смотреть задания на понедельник. Так, математика, русский, английский. Не, в этот раз делал что-нибудь посложнее. То, что никогда раньше не делал. Труд, рисование, музыка. Серьёзно, у нас есть такие предметы? Ну ладно. По трудам нам задали сделать кормушку. Не, с одной стороны кормушка это прикольно. Но с другой, единственное, что я умел делать своими руками, это домики в Майнкрафте. Хотя, у дедов в гараже есть инструменты и можно попробовать там что-нибудь сделать. Я оделся, взял порфель с самыми необходимыми вещами. Вышел из дома и пошёл в сторону дедушкиного гаража. Там нашёл молоток, бутылку, гвозди. И начал пытаться сделать кормушку. Но засмотрелся на шкаф с инструментами и ударил молотком по пальцу. Начал кричать, бегать со стороны в сторону и ударился ногой об какую-то железяку. Потом психанул, выбежал из гаража и сказал. Ладно, кормушка и такая сойдёт, а теперь нужно сделать задание по музыке и рисованию. По рисованию нам задали нарисовать какую-нибудь достопримечательность города, а вот какую я не знал. Но тут в комнату зашёл Витёк и сказал. Лучшая достопримечательность это храм, так что рисуй его. Что? Какой ещё храм? Вот такой. А чё, чё-то не нравится? Да нет, всё норм. Я начал срисовывать с виска храм и спустя каких-то 3 часа у меня был готовый рисунок. Ну всё, теперь можно приступить к музыке. По музыке нам задали написать стих. Но кроме рифмы пришёл, ушёл, нашёл, я больше ничего придумать не мог. Но тут вспомнил про знакомого рэпера, пошёл в соседнюю комнату и сказал. Так, дядь, мне нужен стих. Вообще-то я стихи не пишу. Я пишу рэп. Крутой, стильный рэп. Ладно, напиши мне крутой, стильный рэп про школу. Крутой, стильный рэп про школу? Ты серьёзно? Ну да. Ладно, что-нибудь придумаю. Я довольно вышел из комнаты и подумал. Так, ну с уроками вроде разобрался, так что теперь можно немного поиграть. А потом улёгся в кровать и уснул. На утро проснулся, взял свой рисунок, кормушку и побежал за стихом. Но там никого не было, а на полу лежала записка. Сори, но крутого рэпа про школу не напишешь. Ян шёл грустить, но всё же собрался силами и пошёл в школу. Но не успел я зайти в кабинет, как увидел какие у других одноклассников красивые рисунки и кормушки. Потом ещё раз взглянул на свои и расстроился ещё больше. Не, лучше скажу, что рисунок съела собака, кормушку оставил дома, а стих? Стих из интернета расскажу. Я положил свой рисунок и кормушку возле двери, а сам зашёл в класс, сел за парту и начал придумывать отмазки, почему я не сделал домашнее задание. Но тут в класс зашёл учитель. Он долго рассматривал чужие рисунки и поделки, а потом сказал. Так, Даник, ты вообще ничего дома не сделал, так что я ставлю тебе двойку. Вон, бери пример Жени, он такую красивую кормушку сделал и рисунок такой оригинальный нарисовал. Я посмотрел на Женю и увидел у него в руках свой рисунок с кормушкой. Короче говоря, я получил двойку. Короче говоря, я прогулял школу. Это была пятница. Я делал зарядку и собирался в школу. Но потом открыл глаза и понял, что всё это время лежал в кроватке и опаздывал на уроки. Быстро почистил зубки и побежал завтракать. Но не успел я скушать бутерброд, как в моей голове появилась идея. Так, а может прогулять школу? Ведь я настолько гангстер, что в садике не спал на тихом часу, в школе мочил монту, а позавчера лёг спать на час позже, чем обычно. Но было одно но. Школу я никогда не прогуливал. И поэтому я открыл ноутбук, зашёл в гугл и начал гуглить отмазки от школы. Так, спеть песню Фейса на уроке, чтобы учитель подумал, что я отстал и разрешил не ходить в школу. Не, ну это слишком жёстко. Сломать себе что-нибудь и не ходить целый месяц в школу. Ну я что, дурак какой-то, ради школы буду себе что-нибудь ломать? Алло, Вадим, а ногу больно ломать? Ну, если ты что-нибудь не так сломаешь, то тебе придётся вставлять ногу с пиццу. Ну или тебе просто её отпилят, и ты будешь как пират. Не, ну а так не больно. Эм, спасибо. Я, пожалуй, придумаю что-нибудь побезопаснее. Притвориться, что у тебя ветрянкой и намазать лицо зелёнкой. О, а это может сработать. Я взял зелёнку, но что-то доверие она не внушала. Хотя, что не сделаешь ради уроков. Начал мазать лицо, и не прошло пяти минут, как я стал похож на леопарда. Потом укутался в одеялки, позвонил учителю и грустным голосом начал рассказывать, что заболел и, увы, не смогу ходить в школу. Фух, вроде поверил. Так, теперь у меня есть целый свободный день, и я смогу весело его провести. Начал пересматривать старые ролики Ивангая. Так прошёл час, два, три. Нет, так дело не пойдёт. Прошло уже полдня, а я так ничего весёлого и не сделал. Решил позвонить друзьям и позвать их гулять, но потом вспомнил, что они сейчас на уроках. Улёгся на кровать и начал грустить. Блин, а я думал, что прогуливать в школу это весело. Я бы провёл целый день считая волосы на руке, но тут мне написала девочка, которая давным-давно мне нравилась и позвала гулять. Это что, сон? Я потёр глаза руками, но сообщение по-прежнему было на экране. Я вскочил с кровати, побежал в ванную и начал пытаться отмыть лицо от зелёнки. Но вода была бессильна. Я взял щётку, не помогло. Растворитель, не помогло. Вилку, вот, теперь всё отмылось, и я был готов идти на свидание. Оделся, вышел из дома и побежал в сторону кафе. И вроде бы ничего не могло испортить этот прекрасный день, но тут из-за угла вышел учитель. О, Даник, привет. А ты что, прогуливаешь? Не, вы что, у меня ветрянка. Ага, а зелёнка где, смылась? Ну, да. Короче говоря, я прогулял школу. Короче говоря, пятёрка. Это был понедельник, за окном светило солнышко, ну почти. А я валялся в кроватке и смотрел на будильник. Тут в комнату зашёл друг и сказал, «Я, конечно, ни на что не намекаю, но через пять минут тебе нужно быть в школе». Я посмотрел на него с пафосным взглядом и сказал, «Вообще-то, я никуда не спешу». Друг засмеялся и сказал, «Ага, ага». Я быстро вскочил с кровати, оделся, умылся, покушал, выбежал во двор. Как вдруг понял, что уже давно не лето и не мешало бы одеться потеплее. Вернулся домой, надел шапку, куртку, носочки, выбежал из дома и побежал в сторону школы. Мы зашли в школу и услышали звонок. «Блин, теперь придётся придумывать, почему я опоздал». «Даник, быстро в кабинет и попытайся объяснить, почему ты опоздал». «Ну, понимаете». Я начал рассказывать учителю о том, что в третьем классе я сломал руку, в четвёртом меня покусала собака, а позавчера я ударился мизинцем об дверь. И из-за этого ты опоздал? «Не, из-за этого у меня шрам на шее, сломанная рука, ну и мизинец немного болел». А в школу я просто не успел. Учитель посмотрел на меня, я посмотрел на него и у нас начался батл глазами, в котором он проиграл и сказал «Ладно, входи». Я вошёл в кабинет, сел на своё любимое место, достал тетрадку с ручкой и приготовился к уроку. Но тут учитель сказал «Так, тема сегодняшнего урока – сочинение. Задание для каждого – написать дома сочинение, а завтра принести его мне». Весь оставшийся урок я сидел грустный, потом пришёл домой, улёгся в кроватку и начал писать сочинение. Так прошёл час, два, три, но у меня на листочке по-прежнему было всего пару строчек. Я проснулся утром, возле меня была куча скомканных бумажек и написанное сочинение. Я начал радоваться, схватил листочек и побежал завтракать. Потом довольный пришёл в школу и зашёл в кабинет. Положил листок с сочинением на стол, рядом к другому сочинению и начал ждать учителя. Я ждал пять минут, десять минут, двадцать минут. Тут в класс зашёл учитель, сел за стол и начал проверять наши сочинения. Он долго что-то исправлял, читал, зачёркивал, а потом сказал «Да, Ник, странно, но ты написал сочинение на отлично, и мне придётся поставить тебе пятёрку». Я начал радоваться, выбежал из школы, зашёл в магазин, купил мороженое, пришёл домой, улёгся на кровати и начал довольный играть в Майнкрафт. Но тут зазвенел телефон. Это был учитель. «Слушай, Даник». В общем, я тут напутал, и это сочинение было Жени. Ну, а тебе, как всегда, двойка. Короче говоря, пятёрка. Короче говоря, исправил двойку. А также не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Это была пятница. Я сидел в школе, смотрел в окно и думал, чем же заняться на выходных? Как вдруг учительница сказала «Дети, до конца урока осталось всего пять минут, так что сдаём контрольную». Я посмотрел в тетрадку и понял, что мне капец. Быстро переписал несколько строчек из решебника и вскочил со стула. Подбежал к учительнице и дрожащими руками положил тетрадку на стол. Но тут прозвенел звонок. Я начал радоваться. Потому что началась большая перемена, и я мог хорошенько покушать. Но не успел я выйти из кабинета, как учительница выбежала за мной и сказала «Даник, ты отвратительно написал контрольную, и я ставлю тебе двойку». Выражение моего лица поменялось, и я моментально перехотел кушать. Ну, разве что пару мандаринок. Грустный вышел из школы и пошёл в сторону парка. Покатался на качельках, но что-то веселее не стало. Но тут мне позвонил друг и сказал «А чё такой грустный? Ты чё, двойку получил?» Вообще-то да. Ой, извини, не знал. Угу, и что мне теперь делать? Ой, да не парься, да исправь её и всё, там, делов на пару минут. О, а это идея. Я брошил трубку, улыбнулся и быстро побежал домой. Открыл ноутбук и начал гуглить, как исправить двойку. Блин, в прошлый раз, когда я пробовал её исправить, всё закончилось как-то ну не очень. Не, в этот раз я таких ошибок не допущу. Я достал телефон, набрал номер Вадима и сказал «Чел, я знаю ты в этом спец, в общем, как мне исправить двойку?» Ой, да не парься, просто возьми и вырви страницу. О, а это может сработать. Я пришёл в школу, уселся за парту, достал дневник и вырвал страницу с двойкой. Но это заметила учительница и сказала «Так, дети, тут появились слишком хитрые, так что из-за Даника завтра у нас родительское собрание, на котором должны быть все родители. Я посмотрел на злой класс и понял, что мне капец. Короче говоря, исправил двойку». Друзья, ну вот на этом и всё. Если вам понравился ролик, тогда обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а когда на этом ролике будет 30 тысяч лайков, я сниму третью часть каждого школьника такого. Ну и как обычно, пишите смешные школьные ситуации в комментарии. Вы их можете как придумать, так и написать то, что было с вами или с вашими друзьями. Главное, чтобы было смешно. Их всех я буду лайкать, а лучшие попадут в следующий ролик и получат сигну от меня. А также не забудьте посмотреть парочку прошлых роликов, которые сейчас появятся на экране. Ну а я побежал, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok